Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы обратимся сейчас к книге пророка Иеремии. Прежде чем, собственно, говорить о тексте этой книги, необходимо, конечно, хотя бы несколько слов сказать о самом пророке, о его личности и о его судьбе. На фоне других библейских авторов, конечно, мы знаем о пророке Иеремии довольно много. И даже с известной, почти можно сказать, с известной точностью знаем даты его жизни. Пророк родился ориентировочно около 650 года до Рождества Христова. Ну, может быть, плюс-минус пять лет в самый надежный промежуток от 655 до 645 года. Служение пророка Иеремии, общественное служение, его пророчества начинаются около 627-626 годов до Рождества Христова. И оканчивается его жизнь гибелью пророка Иеремии где-то вскоре после 586 года. Таким образом, жизнь его довольно продолжительная, обнимает время от середины VI века до примерно первой четверти V века до Рождества Христова. Иеремии происходил из семьи священников, но не иерусалимских, оживших в городе Анафофе, ну, где-то примерно в десяти километрах от Иерусалима. И жизнь его пришлась на очень разнообразное время, потому что за время жизни Иеремии сменяются сразу несколько эпох. Он родился во времена царей Ахазы и Моносии, и юность его детства проходила во времена царя Моносии, который был одним из самых жутких кошмаров, который попадался народу Божьему в качестве прозителя. Настолько, что он вошел в легенду, как говорит о нем Слово Божье в те дни меч пожирал пророков, как лев. И замечательная покаянная молитва уже пленных времен, она как раз приписывается Моносии, именно как самому такому черному персонажу той эпохи. Ну вот. Однако, когда Иеремии было ориентировочно лет около двадцати, ну, может быть, чуть больше, а некоторые говорят даже, что чуть меньше лет, пятнадцать, ну, вот, где-то в этом очень юном возрасте произошли в Израиле существенные перемены, которые начались с воцарением царя Иосии, благочестивого и праведного царя Иосии, который положил начало религиозной реформе в Иерусалиме и в Иудее вообще. Реформы царя Иосии начались, собственно, с того, что в храме при ремонте, где-то в запасниках, в каких-то складах, папирусах, был найден текст книги закона. По общему мнению всех современных библистов, это, несомненно, было второзаконие. И вот эту книгу второзакония принесли царю Иосии, в отличие от своих предшественников, которые, скорее всего, проигнорировали бы в лучшем случае этот факт. Царь Иосия, прочитав второзаконие, пришел в ужас от того, до какой степени жизнь его народа, и его самого, далека от того, что предлагает закон Божий. На самом деле, конечно, в той книге, которая была предъявлена царю Иосии, мы обнаруживаем не только, собственно, те законы, достаточно лаконичные, которые продиктовал Бог Моисею на Синае, но и целый ряд других, более поздних установлений, которые формировались в Святой Земле на протяжении нескольких столетий. И, тем не менее, основные идеи, может быть, даже самая основная и главная идея второзакония, которая не может не броситься в глаза, это представление и учение о том, что Бог один и нет никого иного, учение о том, что любые попытки, почитания всякой билиберны, разнообразных идолов и так далее, это не просто безобидные шалости, ну, как, в общем, безобидной шалостью является, является, знаете, в наше время письма Деду Морозу. Да, нет, это нечто гораздо более драматичное, и в первую очередь именно Иеремия говорит о том, что те идолы, которые Моносия внес в пределы Иерусалимского храма, это глубоко оскорбительно, это предательство Бога. Моносия-то ведь это делал главным образом, чтобы продемонстрировать собственную лояльность ассирийским царям. Ему тоже были особо безнадобности эти ассирийские башки, местечковые, но тем не менее, вот, некоторые изображения культа, включение себя в культурное пространство Ниневии, так сказать, вот это вот все мотивировало царя Моносию на такого рода возмутительные вещи. И примерно в ту же эпоху, когда начинает свою реформу царь Иосия, реформа, в первую очередь, заключалась в том, чтобы прекратить поклонение чужим богам, прекратить резко раз и навсегда, и больше им не кланяться нигде и никогда, никому из народа божьего. Не сказать, чтобы это было легко или как-то особенно быстро удалось, вовсе нет. Дальнейшие десятилетия показали, что все было слишком запущено, и вот эти вот местные, сельские, языческие культы каких-то нимфов ручья, местных чудес и тому подобное, да, памятные деревья и все прочее, вот это все не удалось особенно быстро истребить. Но, тем не менее, это стало вот контекстом первых десятилетий служения пророка Иеремии. Пророк очень настойчиво, настойчиво говорит о том, что это предательство перед Богом, о том, что жизнь должна быть приведена в соответствие со Словом Божьим, с тем откровением, с тем законом, который Бог дал народу Израилеву. Однако, где-то примерно через полтора десятилетия после начала реформ царя Иосии, Иосия погиб, и Иеремия оказывается волей-неволей в центре такого клубка единомышленников, Змейного, которые в Иерусалимской элите, в Иерусалимской власти пытаются перехитрить друг друга и переиграть, и оспорить. Потому что там в это время, конечно, центральной державой, военной политической гегемоном ближневосточной политики является Ассирия, которые подвластны как Месопотамия, Междуречья, так и Сирия, юг Сирии, Палестины, Египет. В это время фараон Нехао отложился от Ассербдонапала, Ассирийского. В это время в Вавилонии появляется юный еще довольно царь Новуходоносор, который вступает, отлагается от Ассирии, вступает в союз с Медийским царем Кеоксаром. И вот эти все, значит, цари, как пауки в банке, пытаются создавать друг с другом союзы и, наоборот, освобождаться от власти друг друга. И фараон пытается разгромить Ассирию, по крайней мере, перенести войну на территорию Ассирии. Такой бунт, который начался вроде бы на египетских границах, он постепенно шел на север. Тем временем сам Ассирийский царь пытался подавить вот и Вавилонин, и Египет, и все. И некоторую роль, конечно, здесь играли государства Ближнего Востока. Маленькие государства, маленькие, мелкие, которые, конечно, не могли выступать за или против Ассирийского царя или Вавилонского, или египетского фараона самостоятельно, но могли вступать в союзы с ними. И вот в это время в Иерусалиме происходит постоянная свара. С кем войти в союз? То ли с Египтом, говорят, одни, кому денег заплатил фараон, другие, кому денег заплатил ассирийский царь, говорят, нет, останемся верны ассирийцам. Ну, потому что иудея в это время данник и, как это называется в сущности, вассал ассирийцев. И вот пророк, во-первых, в это время довольно важные вещи говорит о внутренней нравственной жизни народа и Израиля, и иудеи. А во-вторых, он пытается донести до правителей волю Божью, которая ему открылась. И он говорит о том, что надо, ну, в общем и целом, не надо полагаться на Египет, не надо бунтовать против ассирийцев, а надо сдаться Вавилонинам. В конце концов, так оно и вышло. Вавилонии не победили. Но если бы в то время голос Иеремии был услышан, то, конечно, разрушение Иерусалима, депортации всех тех ужасов, которые учинил в Иерусалиме Новохадоносор II, всех их можно было бы, наверное, избежать. Но современники Иеремии, вместо того, чтобы прислушаться к его словам, они били себя пяткой в грудь и говорили, что мы народ богоносец, мы тут, значит, самые-самые, и впадали, в общем, в самый разнузданный национализм, по сути дела. Тоже, вообще говоря, ведь ничего нового для нас, потому что в современном мире точно такой же национализм ведет к точно такому же безумию и к точно таким же катастрофам. В этом смысле уже две с половиной тысячи лет точно ничего нового не происходит. Но важно, что вот во всей этой вакханалии и гордыне Иеремию сочли предателем Родины. Сочли, что он пропагандирует в интересах вавилонского царя, ну и, в общем, чуть не убили и, во всяком случае, посадили. И это тоже, как вы понимаете, очень тяжелое и мучительное время. Даже по сравнению с нашими тюрьмами тогдашнее сидение в яме было вещью чрезвычайно мучительной. К счастью, у Иеремии был, по крайней мере, один ученик, по крайней мере, один, кого мы знаем по имени, пророк Варух, который помог Иеремии собрать более или менее систематическим образом то, что Иеремия говорил практически за 20 с лишним, может быть, даже за 25 лет до этого момента. Благодаря этому у нас есть, собственно, первая часть книги Иеремии, которая в значительной степени может считаться и хронологическим таким изложением. И есть вторая часть книги Иеремии, где Варух рассказывает о служении пророка Иеремии, добавляя также еще некоторую информацию о том, что вокруг происходит. Ну, собственно, когда вот эти иерусалимские властители предали вавилонского царя и отложились от него, а к этому времени уже Вавилон был несомненным победителем на всем Ближнем Востоке, поэтому выставать была затея, прямо скажем, не самая глубокомысленная. Иеремия предупреждала о том, что не надо этого делать. И да, когда пришли вавилоняне, разрушили Иерусалим, разгромили его, разрушили стены, его выпустили из тюрьмы и дали ему выбирать либо отправляться в вавилонский плен, либо оставаться в Иерусалиме. Иеремия остался в Иерусалиме при наместнике Гадулии, соответственно, в некотором непонятном качестве, но, по крайней мере, на свободе. Ну и, наконец, около 586 года очередные заговорщики, партизаны снова возникли, снова возмутились против Вавилона, чем вызвали карательную экспедицию, которая закончилась сожжением Иерусалимского храма и депортацией почти всего маломальски заметного населения Иерусалима и других иудейских городов. То, что мы, собственно, знаем под именем Вавилонского плена, когда в плен уводили не только элиту, но и квалифицированных мастеров, ремесленников, всех, кто хоть чуть-чуть отличался от сброда деклассированного, который, конечно, тоже по стране в это время болтался в больших количествах. И вот эти снова потерпевшие поражения бунтовщики увели Иеремию с собой в Египет, бежав в Египет. Ну и где-то, по-видимому, вскоре после 586 года там в Египте пророк Иеремия скончался по одной версии. Он умер, скажем так, своей смертью. Ему было уже довольно много лет. Весьма вероятно, что около 70 или больше. Но существует также версия, что Иеремия был убит, побит камнями за то, что он обличал пришедших в Египет и иудеев во все том же язычестве и поклонении чужеземным благам. Вот в общих чертах те события, которые нашли отражение в книге пророка Иеремии. Кроме того, конечно, эпоха царя Иосии и последующие годы также описаны и в четвертой книге царств, где тоже можно обнаружить соответствующую информацию. Академия Продолжение следует...